Ну а теперь, дорогие друзья, отправляемся в Яишу. Потратил я, короче, весь свой лом, который у меня был, это более 20 тысяч. Решил немного побегать, пофармить, потратить свое драгоценное время. Поменял я себе броню, короче, купил самую тишманскую. Ну, тысячу лома она стоит, как бы. Посмотрел по, так сказать, критериям, это, естественно, броня. Остальное нас пока не интересует. Потратил я там, по-моему, 3 тысячи на все, про все, ну, 3,5, если быть точнее. Поэтому давайте отправляться в Яишу. Ну, что касается лома у нас больше нет. Вот. Осталось там, наверное, 677, насколько я помню вообще. В общем, прикупился я достаточно нормально. Потратил я на броню, потратил на расходники. В общем, посмотрел по ценникам, посчитал, прикинул примерно, что мне надо для нагиба. И, естественно, все. Отправляемся мы дальше в Яишу. Что касается лабиринта, там, да, получается, одно место я не так и не нашел. Это там одна была пасхалочка с каким-то уникальным предметом. Что касается Нейру, то там были две комнаты, которые я не смог посетить. Это, получается, первая наша комната, где тюрьма. И вторая, это, получается, где покои апостопа. Там тоже не смог попасть в эту комнату. Там либо кольцо лежал, либо какой-то амулет. Не важно, короче. Важно только то, что мы не смогли его, короче, получить. Ну, ладно, фиг с ним. Посмотрим, что в Яишу нас ждет. Какие у нас там будут проблемы, друзья. И, возможно, какие-то еще будут секретные комнаты. В общем, чем дальше, тем интереснее. Единственное, что пока непонятно, где Форд. Клементину мы нашли. Она охраняет хранителя. И он нам дал очередное задание, которое нам надо выполнять. Это искать сегменты по всем мирам. И когда мы добудем их все, нам будет задача ясна вернуться к нему и сказать, что все выполнено. Но посмотрим, как это будет происходить. В принципе, пока что Бо я объявил, что Клементина нашел, чтобы он не переживал. Народ как бы волнуется, все такое. И, соответственно, чтобы не было никаких вопросов, все достаточно неплохо. Итак, как мы прекрасно помним, я прокачал, естественно, еще данным давно своего верного друга Джерри Лим до 10 ранга. Это еще было в Нейруте. Я специально прям бегал. Вы это прекрасно можете посмотреть на видосе. Раза 4-5 я пробегал. Но, в принципе, я сделал такую же стратегию, как и до этого в первой нашей части. Риммит Фром Зе Эшес. Я долбил просто таланты, зная, на какой локации и где можно нормально фармить опыт. Поэтому давайте отправляться сюда. Что у нас теперь здесь? Бедель из... Сколько их вообще? Найти сегменты, значит? А Клементина и говорящий световой шарик тем временем отдохнут. Конечно. Как иначе-то? Слышь, чё? Это же напоминает прям карту из первой части. Запретная роща. Ты кто? Йоу, ты разговариваешь? Ты ранен? На землю я Эшу уже очень давно. Не ступал никто, кроме Фавнов. Ты в порядке вообще, нет? Чума забирает меня. Или она теперь часть меня? Прошло столько времени, что уже нет никакой разницы. Да и всё же. Что привело Пакультех на Ешу? Я с земли сюда меня перенёс большой красный кристалл. Красный кристалл? Я видел такие в беспокойной дреме. Чума часто думает о них. Особенно о камнях земли Пакультех. Так. Я Бидель из Вонтов. Когда этот мир был молот, фавны заботились обо всём, что растёт и цветёт. Теперь фавны предают мир. А мир, то есть волк, предаёт фавнов. Вот как, да? Понятно. Так что ты говорил про волка? Это же фигура из речи. Я как раз ещё могущественных существ. Разоритель. Грозофавна. Мы же с ним дрались в первой части. С разорителем. Волк охотится на всех. Но на него, к стыду фавнов, не охотится никто. Бессмертный Разоритель, что некогда был частью Баланса, предал этот мир и пресекнул на верность чуме, способной уничтожить все миры. А Красную Лань, ту, что так долго сдерживала Разорителя, не видели уже целую эпоху. И если Бакульдек хочет спасти свою жизнь и свой мир, придётся выследить и убить Разорителя. Ну хорошо, я найду этого зверя, а может и Красную Лань заодно. Зверь не одинок. Ему на верность присягнули леймеры. Когда-то леймеры служили вечной императрице, но потом многие из них поверили лживым речам Разорителя и предали фавнов. Берегись, Бакульдек. Они не уймутся, пока жив зверь. Полубог, воины-фанатики. Будет весело? Я буду заверить, Бакульдек, что весело точно не будет. У тебя есть что-то на обмен? На обмен? Пожалуй. Деньги мне, разумеется, ни к чему, но Бакульдек может оставить взамен то, что пригодится другим. Бери, что хочешь, Бакульдек, но оставь то, что считаешь равноценным. Да. Пусть это будет дань балансу и дар фавнам. Хорошо. А что у тебя есть? Объятие смерти. Вечте еще на 20%, когда у вас остается меньше 100% здоровья. О-о-о, не позволяет вам остаться на более 50% максимального запаса здоровья. Защищает один дугой гниль. Спасибо, БДР из бонтов. Мы пока не нуждаемся в этом. Больше всего на здоровье и не забывай о старом бонте. Хорошо. Береги себя. Хорошо. Интересно, а здесь вообще есть какие-нибудь потайные места? Понятно. Ну что-то пока тут никого нету вообще. Ну, железо. Так, нам походу туда. Ладно, джеррили, пойдем. Что-то какая-то роща странная. Вообще никого нет. Как-то подозрительно прям. Да неужели? Неужели хоть кто-то появился? Что за, блядь, призы, нахуй? Что за, блядь, призы, нахуй? О, блядь, призы, нахуй. Ёпцевая мать. Это называется вранья, блядь. Очень паться. часа фрезы я понять не могу чем проблема опять так ладно пошли до броня конечно впечатляет так себе так бреду там какой блин место потайную так ладно давай сюда узко вот нормальная блин ни хрена прям нормально корень зла да так отлично пристал один получил еще да нормально все хорош броня конечно какая-то странная блин а так принципе жить то можно здесь все-таки роль играет пушка какая я до там чуть выпадет так решил проверить на всякий случай да в первой прокачка совсем другая была здесь и и упростили и то же время усложнили не такая она как была раньше так что у нас здесь так здесь у нас один проход да там будем дальше думать пошли пошли блин такие локации здорово ни хрена нету как первой части там хотя бы можно было судуков много найти крафта какого-то сочи нихера ничего нет чуть такое это флаг стоит сплетение корни это что такое алтарь кровавого луны создание предметов о смотри-ка чем мы нашли интерес такие там предметам она будет создавать так давай-ка мы вначале думать будем здесь у нас что ну-ка а чё ты не можешь туда залезть ну понятно я думал там какой тайник что ли блин хера нету туда нельзя просто залезть и все удар и в в полиант отлично 12 очков талантов а я даже тратить их ничего не начинал так давайте теперь здесь началось то летение корня вот это прикол блин да хорош лагать блять да я откуда знаю давай ёб твою мать а да сука давай давай блять быстрее нахуй да шевели ты поршнями блять своими дед блять еще лучше блин какие-то лаги непонятные вообще игра никогда этого не лагала блять что-то подфризивать начинает какого-то хера блин так а чё там подожди чего какую блять балу сплетение кое чем короче мы больше его гасим тем больше появляется да да как то так себе да как то так себе а а а и а а Ну ты чё, урод, а? Так, а чё с корнем-то будем делать? Ну, погнали! Здесь есть сплетение корня, неактивно. Это что вот это? Чё вот это за флаг какой-то странный? Да, хорошо, что я две главы не ходил вообще в этот блок-13. Зато перед Яэша решил сходить. Так, вот он курень. Ну-ка, подожди-ка, мне чё-то непонятно. Так, давай сейчас теперь подумаем. Что тут такое? А, так это и есть курень, да, вот этот красный флаг? Хорошо, я понял. Тогда мы пока его не трогаем. Давай здесь пока. Прошвырнёмся немного. Что у нас здесь есть-то? Здесь какой-то есть вход, да? Вопрос. Понятно. Хорошо, так, давай сюда. Здесь есть тоже какой-то вход, да? Может, тут какая-то секретка есть? А может, тут нихера нет? А нет, чё-то есть. Ну, хоть железо какое-то. Так, чё, давайте тогда всё-таки с корнем разберёмся. Так, надо посмотреть, что вот это вот за место. Вопрос. Вопрос. Тогда давайте всё-таки с корнем подерёмся. Посмотрим, хватит ли у меня здоровья. Я думаю, что хватит. Ну, для начала лучше сходить к вот этой к синей ауре. Или алтарь, как это правильно, да, называется. И тогда посмотреть там, какие можно купить уникальные вещи. Ну, давай, подходи. Рано ещё, стой. Так, изготовить. Эссенция кровавой луны. Зацветающий гримуар. Узловатый шлем. Так, короче, мне нужна эссенция, да? Так, хорошо. Ну что, Джерри, ты готов? Давай, проведём наш ритуальчик перед боем. Поехали. 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 Да, сука. Да, сука. Да, сука. Да, сука. Да ты чё, мазь, сука, а? Ублюдок, сука. Пойдём, Джерри. Как гасить? Это в корень, блядь. Чё-то в этот раз, по-моему, меньше было врагов. Раньше был какой-то там с этим... С большим мечом такой. Моп. Вообще нихера ничего не было. Чё? Места нет. Ух ты. Святое яйцо дали. Люминитовый кристалл. А класть куда? Да никуда. Так, давайте посмотрим, что нам дали. Что это за талант такой интересный? Кровное родство. Присвы на существа вашего класса поглощают получнее вашего урона 0%, да? Какая-то хуйня одна, а не навыки, если честно. Вообще прям, блядь. Я серьёзно, я даже качать ничего не хочу. Просто вот. Ну какой от них смысл? Вот просто расскажите мне. Ну чё они дают? Ну... Серьёзно, блядь. Есть чё-нибудь поинтереснее, а? Ну... Положить некуда. Да я уже тебя услышал. Ну вот правда вот. Там как-то навыки были поинтереснее в первой части. Тут какие-то, блин, вообще беспонтовые прям вот дают. Я до конца игры на них буду ни одного очка таланта тратить просто. Ну, ну, ну... Чё от него толку вот? Вот серьёзно вот. На что их потратить? Просто вот не на что. Там вот... Не нужны абсолютно навыки. Первая часть как-то не знаю. Вот в плане талантов куда было более интересно. Их было множество. Прям они были как-то эффективны. Там ты действительно смотрёшь, тебе качалось там ближний, дальний урон, прокачка у тебя была по опыту. Была у тебя прокачка по узимым местам. Там прокачка, блин, допустим, по той же этой, да? Поглощаемости урона. Поглощаемость у тебя была с этих... Как их правильно звать? Типа урон от огня, урон там от электричества, от всего остального. Здесь вообще нихуя нету. Просто, блядь. Чё, чё это, блядь, вот это вот? Чё это, блядь, такое вообще? Ладно. Забили мы на это. Всё, короче. Играем как играем. Буду я тут голову греть ещё на это вот. Не хотят вот ничего нормального. Давай, значит, я ничего и тратить не будем. Так, чё это за... Покой Кеула? А кто-то Кеула? Господи, очередной, да, какой-нибудь? Крутой. Кеула, блин. Ай, покой Кеула. Походу, придётся сейчас драться с кем-то. Да. О-о-о-о. Это очень печально. Если здесь такая фигня. Покой Кеула. Слышь, ты. Угу, давайте. Пока. Здесь ворота, да? Мы же не пройдём через них, да? Хотя он может пройти. Вот он спокойно прям влазит. Но он не пройдёт, потому что так игра предусмотрена, да? Ладно, пойдём на чё другое место. Чё за покой Кеула? Две тысячи улома. Хоть что-то, блин. Две тысячи улома. Две적 печ pelo? Да. Две vaccа. все плохо да ты че масть да ты че урод а но блядь да сука да нахуй ты его взял то в руки то это посох то ёб твою мать блядь блядь давай быстрее рожай блин а да ёбаный в рот блядь я да ммммммм какае то сраноя блядь гу только дерьмо тут блядь нету В смысле, вы что, не накладываете, что ли, одно на одно? Как это, да, в первой части? Заебись. Четко прям. Ну-то кислота. Че-то я не понял вообще. Ну, это не то. Так. Классно придумали. То есть в прошлой части ты мог хоть пять пузырей выпить, у тебя эффект шел от всех. Здесь ты только один выпиваешь. Ну, понятно. Я так и не понял, что надо выпить. У меня, по-моему, такого даже где-то зелья, наверное, нету, чтобы выпить от какой-то гнили там. Уроды, сука. Ну, началось. Может быть. Было. Например. Лучше. Снег. Снег. Пister. Снег. Снег. Ах! Снег. Снег. Блять, а чё такой дамаг-то ничтожный, блин? Ладно, забыли. Короче, меня начинает разочаровать уже Ринет. В этих вот моментах вот. Нельзя зелья наложить, блин. Только одно, блин. Чё это такое? Блин, знаний. Прокачка вообще не та, блин. Как в первой части, блин. До этого она была нормальная, чё-то вообще прям. Печально всё прям. Да. Ладно, чё я накупил, потратив двадцатку даже больше. Лома пофигу, блин. Насколько хватит, настолько хватит. Дальше лом я буду просто собирать. Пошёл ты, блин. Правда, что ли? Ладно, чё. Будем привыкать к тому, что есть. А что остаётся делать? Единственное, что прикольно, это локации, графика и сюжет. А вот сама пкачка прям. Что-то как-то прям меня озачаровало прям. Если честно. Не этот ключ. Хорошо. Да что-то. Да что-то. Так, что у нас здесь? Ключ от храма. Это, наверное, от той двери. Скорее всего, да? Да. Вот так вот и нормально. Заходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...